Чувашия продолжит расширять партнерские связи со страной восходящего солнца. Деловые переговоры глава республики провел накануне в Москве. Михаил Игнатьев принял участие в официальном приеме в честь дня рождения императора Японии. О перспективах двухсторонних отношений сюжет Дмитрия Ковалева. Всевозможные виды суши, морские караси, необычно приготовленные водоросли, рисовые печенья. Спрос на японские блюда за последние годы вырос в разы. В стране восходящего солнца сейчас производят немало продуктов для тех, кто стремится питаться правильно. Люди уже меняют свой образ жизни и приходят к тому, что пора браться за питание правильно. Лапша очень популярна. Опять же возвращаемся к правильному питанию, потому что у них очень много лапши, которую можно есть при, кто на диете или диабетикам. Раньше они хотели что-то, то, что они знают. Сейчас мы можем их приучить к чему-то еще. Реализацию японской продукции будут налаживать главпочтам по двух стран. Пилотный проект уже запущен. В ближайшие годы товары из-за рубежа будут доставляться во все регионы. Меморандум о сотрудничестве в 2016 году подписали президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синзо Абе. Тестовые продажи уже стартовали. География будет расширяться. Россия привлекательна для японского бизнеса. Благодаря двухсторонней кооперации в Калуге начали выпускать вот такие внедорожники. А в Чебоксарах предприниматели из страны восходящего солнца поставили на поток производство жгутов для машин. Мы знаем, что Чуваша уделяет большое значение своему инвестиционному потенциалу. Думаю, что в перспективе с инвестиционными проектами в республику придут и другие японские бизнесмены. На прошлой неделе была проведена японно-российская комиссия по экономическому сотрудничеству. Представители Чувашской республики презентовали возможности, которые могут открыться перед бизнесменами. В следующем году, когда будет удобно, приглашаю Чувашию и Чебоксары. Приглашение главы региона министр посольства принял. На следующий год намечен официальный визит. Для развития двухсторонних отношений лидеры стран делают немало. На первый план сейчас выходят прямые связи между российскими регионами и японскими префектурами. Россия – великая держава и большая страна. Поэтому в этом году не менее активно развивалась обмен не только на уровне центрального правительства, но и на уровне регионов. Сегодня вместе с нами президент Чуваш, господин Геннадий, губернатор Ульяновский образ господин Морозов. Нам оказывается огромное доверие. И этим доверием надо правильно просто воспользоваться. И я абсолютно уверен в том, что в ближайшей перспективе, среднесрочной перспективе, еще несколько производств было открыто. Внешнеторговый оборот между японскими префектурами и Чувашской республикой вырос в 9 раз. Для региона страна восходящего солнца – ключевой импортер. Очень здорово, что именно один из наших лидеров рейтинга состояния инвестиционного климата, республика Чувашия, в данном случае оказалась среди первых субъектов Российской Федерации, активно выстроивших свое международное сотрудничество с японскими префектурами. А также в активном взаимодействии находятся с крупнейшими компаниями, представителями японской экономики. Межрегиональное сотрудничество, вот именно этот разрез взаимодействия на уровне субъектов Российской Федерации и префектур Японии, на наш взгляд, это та самая сфера, где наибольший прогресс может быть достигнут. Я имею честь возглавлять специальный консультативный совет Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству между Россией и Японией. И занимаясь этим, что называется, не понаслышке, а в ежедневном режиме, Чувашская республика, как всегда, на острие. Она правильно, четко чувствует существо момента, активно включается в проработку и последующую реализацию соответствующих проектов. Коллега Николаев, мой коллега по Совету Федерации, входит в консультативный совет, о котором я только что говорил, и мы вместе активно работаем над тем, чтобы именно чувашские интересы, интересы чувашских производителей, интересы людей, которые живут в Чувашии, нашли бы максимальное отражение в контексте двухстороннего сотрудничества. Двухсторонние связи будут расширяться и дальше. В 2018-м в России стартует год Японии, а в стране восходящего солнца год России. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов, Республика, из Москвы.